Университет имени Клода Бернара в Лионе, ведущий вуз Франции, мечта многих будущих студентов. Несколько десятков его исследовательских центров сопровождают проекты Евросоюза в трёх областях. Здоровье, окружающая среда и технологии материалов. Биологи Галина Кузнецова и Наталья Дзюбенко приехали сюда в марте из Украины. Учёные бежали из Киева вместе с детьми, спасаясь от российских бомбардировок. Каждое утро я начинаю с того, что пролистываю новости и задаю вопрос, как вы своим родителям и мужу в Украине. Но с другой стороны, я считаю, что если судьба даёт нам шанс, даёт нам возможность, то мы должны им воспользоваться. То есть, с одной стороны, я защищаю своих детей. Это моя работа как матери, как гражданки. С другой стороны, возможность продолжать работать – это способ сохранить ментальное здоровье. Война в Украине привела к тому, что такие, как Галина и Наталья, учёные-аспиранты, всё чаще ищут убежище за рубежом, особенно во Франции. Последние годы исследователи по всему миру, столкнувшись с угрозой для своей работы и жизни, приезжают во Францию благодаря специальной правительственной программе. Теперь внимание сместилось на Украину, где эта программа предоставляет финансирование для размещения учёных во французских исследовательских центрах. Наталья и Галина участвуют в передовом европейском исследовательском проекте в Лионе. Они ищут возможности лечить рак с помощью наночастиц. Это позволило бы пациентам избегать тяжёлых последствий химио- и лучевой терапии. Я потому и стала биологом, посвятила жизнь этой работе, чтобы быть полезной обществу. В частности, разработкой лекарства от такого заболевания, как рак. Сейчас мы стоим действительно на пороге того, чтобы победить эту болезнь. Сегодня учёные взяли выходной, чтобы вместе со своими детьми осмотреть Леон. Здешние достопримечательности вызывают у них воспоминания о родном Киеве. Я оптимист. И я очень надеюсь и верю, что мы вернёмся. Обязательно вернёмся. По возвращении в Киев Наталья и Галина планируют использовать знания, полученные в Лионе, для того, чтобы развивать науку в Украине. И с этой стороны тоже.